ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Лёх, в этом смысле, конечно, ты прав. Но это касается не бумажной газеты, а вообще прессы, которая живёт по каким-то своим поразительным, бессмысленным законам и выполняет заказ, чтобы приносить прибыль. Это одинаково справедливые для электроники бумаги. Кстати, по поводу заказов, по поводу заказов. Я у наших гостевых редакторов очень сильно и долго заказывал девушку из Мариинского государственного университета. Они долго искали. Мариинского республики. А где ты её встретишь? Наконец-то они нашли. Зовут её Наталья Александровна Бычкова. Наталья Александровна? Наталья Александровна Бычкова. Оставьте-ка вот это. Мисс Кино А... Ого! Я, кстати, в зоопарке Сингапур увидел, как вот такие вот чудовища делали много других маленьких. Для субботичной девушки. Черт, ты с собой? С людьми. Ловили людей по зоопарку? Конечно, между собой. И как ты выглядела? Ужасно. Смешно. А кто-нибудь на панцире был? Да, конечно. Нет. Всё, серьёзно? Ну, малыш, вдруг там... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы великолепны выглядите. Здравствуйте. У нас просто пошёл какой-то тренд на... Здравствуйте. ...акэжуаливание... Здравствуйте. ...приходящих к нам девушек, а вы... Говори по-русски. Да, я знаю. Какая вы милая. Так, вы мне сказали быть красивой, я решила. Так, вы мне сказали быть красивой по щелчку? Ну, как по щелчку. Сказали, в сапожках нельзя. Но я и одела по фильтрам. В сапожках. Там есть ешкарала. Ячерица. Да, там есть ешкарала. Ешкарала. Он же Красный город. Что там мрел? Наташа. Что, мрел? Подождите, я не могу сфокусироваться сразу на несколько вопросов. Что, мрел? Вот одним словом, просто чтобы это был образ. Например, про Москву я могу сказать. Богачи, зажралась. Мрел. Я могу сказать про мрел, что это кристально чистая природа. Прекрасные водоёмы, прекрасный воздух. Там листыные, условно, в лесах. Да. Листыные хвони. И хвони тоже. Не только листыные хвони. Там очень хорошая экология, очень хорошая природа. А вы марийка? Нет, я русская. Но по-настоящему у меня корни латвийские. То есть я русская латышка. А у вас акцента совсем нет? Нет в ешкарале акцента? Нет, есть акцент. Может быть, говор. Но, понимаете, просто... Да, у меня его, к счастью, нет. А можете изобрать, спародировать? Спародировать? О, у вас же есть новость. Могу, могу. У вас есть новость. Почитайте новость, собственно, да, пародирую. Нет, скажите, я не могу прочитать новость на пародируем марийский акцент, но я вам могу сказать, как... У меня просто была такая история в жизни. Я приехала отдыхать, и меня спросили, откуда ты? Я сказала, из Марийской республики. Мне сказали, а кто там живут? Я говорю, марийцы. А ты говоришь на марийском языке? Я не говорю на марийском языке, но в детстве я слушала радио марийское, и там всегда говорили. Началось так. 7-10. Это единственное, что я знаю на марийском. Как и странно у нас все. Понимаете, я не могу прочитать акцент. Но это не акцент. Это не акцент, это вот... Прямо слова на местном языке. Да, это марийский язык. Фантастика. Друзья, сразу после небольшой паузы я спою вам песню на мордовском. Понятно. Ладно. Никогда не говорил. Да? Ни разу? Нет, я не говорила. Хорошо. Я его учила, конечно. Так, я каратенечко. Луганеса келунясь, луганеса келунясь, точь-мочь кумадеры келунясь, вешки кума кумадеры келунясь. Это мордовский рэп. Нет, это мордовская, кстати, народная песня про березку, которая одиноко стояла в поле. Ага. Меня мой друг научил. Так. Это же странный пузырь, я не думаю. Наташ, ну что, давайте тогда... Я пыталась попозировать. Сначала... Вы слушайте и позируйте. Да. Сначала манифест. Ну, от чего вы здесь, зачем, что вы будете делать, как программу будете тащить и в какую сторону. А потом новость, а потом выступление. Давайте. Итак, зачем вы здесь? Подождите. Фотографируй, Василия. Зачем я здесь по-настоящему? Вот у меня есть разные планы в этой жизни, да? Но хотелось бы состояться не только в какой-то семейной жизни, но, возможно, в какой-то профессиональной жизни. У вас муж-то будет отпускать час ночи к трем мужикам в неизвестный подвал? Ну, это спорный вопрос. Вот, вот здесь надо выбирать. Надо выбирать, понимаете? Потому что нас вот женщина отпускается к мужикам. А есть претенденты? Ну, это личного характера вопрос. Пусть он знает. Ну, скажите, пользусь к вам. Серега. Ну, а зачем обсуждать вопросы личного характера? Стойте, если мы банда, то мы банда. Слушай, да. Либо у нас есть секрет друг от друга, либо мы... Мы еще в баню будем вместе ходить. Нет, я вам серьезно говорю. Я не замужем. Я, по-моему, ответила на вопросы личного характера. Мужчина есть достойный? Мужчина много достойных. Мы же друзья. Мы должны приходить сюда вечером, обсуждать. Там, типа, вот у меня сейчас Серенчик, я вот думаю. Ну, и так, мы обсуждаемся, советуемся. Мы вас спрашиваем подробно, понимаете? Нет, я все понимаю, обсуждаю, советуюсь. Вот я вам и рассказываю про свою какую-то жизнь. Да, и в том числе про профессиональность. Ну, это ладно, рассказывай все свои. Нет, Наташа, ты вообще, Наташа, ты как живешь? Как ты живешь, Наташа? На жизнь не жалуюсь. Во, сейчас тебя разложат по-марийски понятию. Дистанцируется, дистанцируется. Ну, как, ребята, я психолог. На секундочку, учитель психолога, почему я... Надо даже сокращать дистанцию, а не гэп копать. А подождите, а никто ее и не... Ее и ее? Удлиняет, абсолютно. Никто ее не удлинил. А вот, расскажите, как его зовут, и все. И мы на этом зайдемся. А что, если его, в принципе, нет? Да есть, конечно. Да есть, если вы обманываете, посмотрите. На себя посмотрите, как нет. И что? На себя посмотрите. Смотрите, ройте гэп и кокетничаете. Как его зовут? Виталик. Почему Виталик? Семен? Николай Сергеевич? Устроим конкурс. Просто кто угадает? Слушайте, я предлагаю прямо обратиться не ко всем. Ну, у вас же традиционно обращаются к зрителям. Ну, не ко всем, а к одному единственному. А мы попробуем еще раз угадить имя. Причем, можете сидя это делать. А, можно сидя вот на... На девяточку. Или на девярочку. Давайте. Все, давайте. И прощаемся. Обращаться и прощаться, да? Да, к нему. К нему единственному. Слышь ты. Ну, почему слышь ты? Пребегай, все. Почему так? Время. Я хочу пожелать ему гармонии, здоровья и ценить отношения. Ценить меня. Последний раз. Последний раз. Редактор субтитров А.Семкин